Открытие вернисажа Томаши Кукавского и Бернадетты Бенедысюк в городе над Бугом ожидали с особым трепетом. Уникальность этого творческого союза заключается не только в их обоюдной любви к изобразительному искусству. И Томаш, и Бернадетты занимаются развитием и совершенствованием эксклюзивной в своем роде техники – колографики. На протяжении пяти лет они экспериментировали с разными технологиями печати, соединяя их между собой и используя каждую по отдельности. И, наконец, выработали свою авторскую технику. Техника сама по себе ничего не стоит, если она не идет, главное, не вливается в содержание. А содержание здесь самое высокое – духовность. То, чего нам всю жизнь всегда не хватает, чего мы хотим и к чему так тяжело прийти. Поэтому мне очень нравится этот дуэт, ТДУ Шибернадета, поскольку они работают и духовно, и технически на очень высоком уровне. Выставка, которую художники привезли в Брест, уже экспонировалась в Витебске и Минске. Однако в городе над Богом она была дополнена новыми работами, некоторые из которых были сделаны специально с учетом особенностей нашего выставочного зала. Здесь, в Бресте, мы выставляем самое большое количество работ, если сравнивать этот показатель с двумя предыдущими выставками. 81 работа, 65 из которых созданы мною. Мы поделили картины на специальные секции для того, чтобы усилить восприятие. Мы знали, что будем выставляться именно в этом зале, поэтому старались максимально подчеркнуть его особенность и интерьер. Здесь нет какого-то цикла, а работы выборочные и поделены лишь в зависимости от типа светотеней и цвета. Мы хорошо работаем вместе. Томаш был моим руководителем дипломной работы во время учебы. Так получилось, что сегодня мы пара, мы очень чувствуем друг друга, у нас весьма доверительные отношения. И даже сегодня для меня в профессиональном плане он является куратором и наставником. Хотя колографика – это изобретение середины прошлого века, техника остается малоизученной и редко применяется в творчестве. Сам термин пока еще отсутствует и в учебниках по искусству. Однако, благодаря работе авторов Томаши Кукавского и Бернадетты Бенедысюк, она бесспорно может получить новую яркую жизнь.